Они посетили оздоровительные центры, где сейчас размещены граждане Украины, и пообщались с семьями и волонтерами, которые оказывают помощь прибывающим жителям Луганской и Донецкой областей. После уже в Таганроге Сергей Иванов провел совещание с участием губернаторов Южного федерального округа. Среди приглашенных был и глава Краснодарского края Александр Ткачев. По итогам совещания руководитель администрации президента заявил журналистам, что и региональные, и федеральные власти будут обязательно реагировать и помогать беженцам. Многие люди, конечно, если даже не сказать большинство из беженцев, до конца еще сами не определились со своей дальнейшей судьбой. Многие раздумывают над тем, чтобы, надеясь на то, что рано или поздно вот этот ужасный геноцид закончится, и они смогут вернуться на родину. Но в последнее время все больше и больше беженцев уже открыто заявляют и нам, и властям Ростовской области, что они твердо приняли решение связать свою дальнейшую судьбу с Россией и остаться здесь навсегда. Ресурсы для размещения все возрастающего потока беженцев в Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую области, Краснодарский край, Ставропольский край, они, по существу, местные финансовые ресурсы уже исчерпаны. Поэтому вот сегодня, как первая ласточка, было принято постановление правительства об оказании федеральной помощи Ростовской области. Я об этом сегодня на совещании объявил. И другие регионы тоже будут готовить соответствующие заявки. Краснодарский край, как соседний с Украины регион, готов к приему беженцев и уже занимается размещением тех, кто приезжает. На территории Кубани сейчас находятся 3314 граждан Украины. Из них 40 человек уже обратились за статусом беженца. Разрешение на временное проживание уже оформляют больше 2000 украинцев. По ментальности, по истории, наши люди, которые нам понятны абсолютно. И мы из чувства сострадания, переживания, конечно, протягиваем сегодня руку помощи. И, безусловно, мы сегодня вместе с операционной службой изучаем их и правовой статус. И, конечно, делаем все, чтобы эти люди или временно, или, может быть, в последующем, на постоянной основе, конечно, задержались на территории нашего края. В этом смысле наша политическая воля, задача государства сделать все, чтобы протянуть руку помощи, поддержать наших братьев. Это для нас близкие люди, родственные души, на Мавросии, которая, в общем-то, исторически всегда была близка к Кубани. Во всех районах края организована работа по оказанию гуманитарной помощи украинцам. Составлен реестр домов, где можно разместить беженцев. Открыты оперативные штабы, в которых людям помогают оформить необходимые документы. Кроме этого, властями организован транзит граждан Украины через Краснодарский край в Крым. Для них открыты специальные пункты, где предоставляют горячее питание и ночлег, а при необходимости и медицинскую помощь. Неравнодушны к беде соседи и многие жители Кубани, которые готовы пригласить к себе семьи из Луганской и Донецкой областей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.